ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спели так спели. Четвертый сезон вокального телефестиваля «Поющий город». Большой галоконцерт, как яркая точка нашего творческого проекта. Дед Мороз онлайн и где тебя найти? Обычные письма – это уже прошлый век. Современный сказочный волшебник общается с детьми по телефону и выходит на видеосвязь. Что год грядущий нам готовит? Предсказания и ожидания. Богат был 2016-й на события. Завершилась самая масштабная и, наверное, самая долгожданная стройка. Каждый год на протяжении двух десятилетий жители Зеленого Клина с ужасом ждали весны. Теперь, как заверяют власти, вода к домам бийчан больше не подступит. Возведение защитной дамбы протяженностью больше трех километров началось в сентябре 2014 года. Строительство защитного сооружения обошлось почти в 450 миллионов рублей. Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов. Дамбу жители Бийска ждали почти 20 лет. Возможно, прождали бы еще столько же, если бы не наводнение двухлетней давности. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В ближайшие годы, если городские власти найдут источники финансирования, то вдоль дамбы будет построена дорога. Само же защитное сооружение будет местом для пеших прогулок. Еще одно очень важное для города событие должно случиться буквально вот-вот. Возможно, что уже сейчас, в эти минуты, за 4000 километров от Бийска в Москве, решается вопрос о продлении статуса Наукограда. Вся необходимая документация уже прошла все круги согласования и проверок и сейчас находится на подписи у председателя правительства. Заранее предрешать не хочется события, но я бы сказал так, что мы находимся на стадии финишной прямой. Будем надеяться на лучший результат. Сумеет Дмитрий Анатольевич выкроить там время хорошо. Подарок будет всем бейчанам и Алтайскому краю. Не сумеет. Ну что ж, мы и после Нового года будем рады. По продлению статуса Наукограда была проделана колоссальная работа. До 2030 года утверждена стратегия развития города. Сейчас все документы находятся в Москве. Добавим, что если нашему городу присвоят статус, то уже в следующем году Бийск получит по линии Наукограда больше 100 миллионов рублей. Всего же с момента присвоения статуса, это начиная с 2005 года, наш город из федерального бюджета получил 1 миллиард 800 миллионов рублей. Получение статуса Наукограда. Большая заслуга в этом директора Федерального научно-производственного центра Алтай Александра Жаркова. В этом году Александра Сергеевича не стало. Александр Жарков был лауреатом премии Совета министров СССР и Государственной премии Российской Федерации. Награжден орденом дружбы, орденом за заслуги перед Алтайским краем, медалями СССР и России, памятными медалями Федерации космонавтики. Известный ученый в 2001 году стал инициатором и на протяжении пяти лет был организатором и вдохновителем работ по присвоению нашему городу статуса Наукограда. А после присвоения и до последнего времени Александр Жарков формировал и возглавлял программы развития Бийска как Наукограда. Александра Жаркова не стало 20 июля. Он ушел на 69-м году жизни. Продолжаем подводить итоги уходящего года. Все мы 18 сентября в единый день голосования выбирали депутатов в Государственную Думу и депутатов в Краевое Законодательное Собрание. Явка в нашем регионе оказалась средней. Итак, по Бийскому одномандатному округу в Нижнюю палату парламента баллотировалось 9 человек. С большим перевесом победу одержал представитель Единой России Александр Прокопьев. Для бийчанина Александра Прокопьева это уже второй созыв в Государственной Думе. А теперь о выборах в Краевое Законодательное Собрание. По одномандатным округам Единая Россия получила в Алтайском Заксобрании 31 место. В Краевом парламенте у нас три представителя. На 29-м округе победу одержала Татьяна Ильюченко. На 31-м больше всех голосов набрала Ирина Теплова. А вот на 30-м округе новая фигура в политике Андрей Абрамов. Он получил поддержку почти 27% избирателей. Добавим, что впервые на выборах в Бийске были представители ОБСЕ. Стабильный и запоминающийся по прогнозам астрологов 2017-й будет успешным годом. Удачу принесет символ будущего года – огненный петух. И как показал опрос наших корреспондентов, в Бийчане на яркую птицу возлагают большие надежды. А вот обезьяна оставила у жителей Наукограда достаточно разные эмоции. Приближается Новый год. Кто символ будущего года? Петух огненный, красный. Вот вы знаете, каким год обещается быть с таким символом? Разноцветный. И хороший, и плохой будет. Дело в том, что по прогнозам вроде бы к осени улучшение экономики будет и всего-всего. Надеемся и ждем. Как оцениваете год уходящей огненной обезьяны? Какая она была для вас? Ну, средненькая, можно сказать, никакая. Так, все как бы. Главное, что все живы-здоровы, а остальное – неважно. Вот еще бы немножечко денежек побольше было бы в стране и везде. Будем надеяться, что петушок принесет бобовое зернышко. Заветное. Должно быть все хорошо у нас в стране. Процветание и достаток. Говорят, петух по зернышку клюет. Так и у нас. Как вы оцениваете прошедший год-год огненной обезьяны? Каким он был для вас? Всяким. И хорошим, и плохим. Разнообразным. А вот вы знаете, что можно на новогодний стол, а что нельзя? Ну, петуха нельзя мясо. Куриное, да. Яйца в салат нельзя делать. Я думаю, что он будет ярким, потому что петух – яркая птица. Ну, наверное, радостно. Нам так хочется. Итак, многие бейчане Новый год намерены встречать с сознанием дела, дабы угодить символу будущего года. И готовы к серьезным изменениям во всех сферах жизни. Отметим, один огненный знак сменяет другой. Но характеры астрологических лидеров, то есть обезьяны и петуха, разнятся. Звездочеты обещают нам неспокойный год. Однако, несмотря на воинственные спернатые птицы, в 2017 году произойдут хорошие изменения в социальной и деловой сферах. В Алтайском крае насчитывается больше 140 национальностей. И у каждого народа есть свои традиции встречи Нового года. Время, конечно, внесло поправки в обычаи разных народов. И теперь уже все смешалось. Светские и рождественские елки, древние обряды, экзотические восточные календари и даже астрология. Особенности алтайской новогодней традиции далее в сюжете. Сколько народов, столько традиций. Но украшенную елку и подарки под ней можно увидеть в каждом доме. И за изменениями во Вселенной в канун Нового года сегодня внимательно следят все без исключения. В этом году все галактики выстраиваются на центр Вселенной. И начинается новый большой виток всех галактик вокруг центра Вселенной. В 18-й год вообще там все будет, ворота открыты. Но это последний год смены эпохи. Заканчивается эпоха лисы, начинается эпоха волка. По восточному календарю грядущий 2017-й год огненного петуха. И цифра 7 почти во всех национальных культурах число удачи. Год должен быть удачный во многих отношениях. Но по христианским традициям 7 – это число Библии. А Библия в основе лежит слово. Поэтому в этом году удача будет тем, кто будет за слова свои отвечать. Кто будет не обещать лишнего и выполнять обещанное. Кто будет думать, говорить и делать одно и то же. Вот если люди начинают жить осознанно, не врать лишнего, не бросаться словами, то у них в этом году будет удача. Если во время праздника, например, командинцу из общего казана бывало зачерпывали 7 пельменей, год обещал благополучие и успех. Допустим, попалось 9 пельмешков. 9 – это число завершения. Девятка, она как хорошее, так и плохое. Если твой род что-то плохое сделал, то тебе в судьбу придет плохое. Это ответственность за судьбу рода. Вот мы не отъявляем часть нашего рода, понимаете? Если в роду один будет алкоголик, то весь род страдает, знаете? И поэтому энергия рода, она всегда будет в нас присутствовать. И кому попадает А9, то все кармические вот эти вот моменты родовые, они в твоей судьбе будут в этом году гипертрофированы. Когда 31 декабря к нам с большим мешком подарков приходит Дед Мороз, мы редко задумываемся о том, что в это же время где-то по Алтайской тайге бродит его белобородый брат Соб Апчияк – дух холодного леса. Он немножко такой помощник охотникам в лесу, там, добычи, удачи такой. Это холодный дух леса, вот такой образ тоже присутствует в эпосе. Соб Апчияк настолько занят охотничьими делами, что не выходит из леса даже в дни празднования Чигабайрама, Алтайского Нового года, который отмечается обычно в феврале. Поэтому 31 декабря по братской договоренности и приходит Дед Мороз ко всем детям без исключения. Новое время приносит новые традиции, но наш собеседник уверен, не все традиции хороши, а главное – правильны. Сжигать заветные желания не надо. Если хотите что-нибудь сжечь, я вас научу. Берете бумагу и пишите на ней все плохое. Вот все плохое будем сжигать. Но если у всех набирается коллектив, каждый свою бумагу напишет, то со всех бумаг даже лепят этого общего козла отпущений. Это называется сжечь козла отпущений. Что делается? Такой козлик. И когда выходишь салют смотреть, берет этого козлика и поджигают. Огонь горит, дым поднимается, а ты свой салют снизу подтягиваешь, и даже дым от этого плохого в воздухе надо расстрелять. Там, в небе. Многие уже определились, какой будет его новогодняя ночь, в каких традициях. Главное для всех одно – Новый год должен быть веселым. И потому поговорку, как встретишь Новый год, так его и проведешь, за три дня до Нового года мы слышим все чаще. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Буни. И вот она, нарядная главная елка Бийска, заиграла светом тысячи огней, зажгли символ Нового года бийчане все вместе на открытии центрального снежного городка. Помогали жителям в этом главные герои праздника – Дед Мороз и, конечно же, Снегурочка. А также уникальные гости – Баба Мороз и Баба Яга. Новогодняя сказка в центре города. Снежный городок на бульваре Петра появился пару недель назад и сразу стал излюбленным местом развлечений бийской детворы. Да и взрослый с удовольствием любуется творением скульпторов Наукограда. Правда, для полноты праздничной картины не хватало одного нюанса. Главная зеленая красавица города, хоть и была наряжена, но не сияла разноцветными огоньками, исправили ситуацию бийчане вместе на официальном открытии снежного городка. Добавляли волшебства гости праздника. Самый необычный из них – это Баба Мороз. Сказочная героиня разучивала с юными бичанами старинные народные игры, слушала стихи и раздавала конфеты. Вы знаете, дед, он же такой необычный, необычный. Вот шел-шел сюда и вдруг завернул в другую сторону. Искали, искали, один костюм нашли. Ну, думаю, приторочу косу и буду Бабой Морозом. Ну, детей же нельзя обижать. В этот день для малышей было организовано несколько развлекательных площадок. Одной из них заведовала Баба Яга. Вместе с хозяйкой болота мальчишки и девчонки соревновались в скорости и сноровке. А Баба Ягу еще в прошлом году Дед Мороз заговорил от плохих дел. Я теперь только крестиком вышиваю, песни петь, стихи рассказывать, танцы танцевать и с ребятишками играть. Вот так, с Новым годом! Ледяные горки, большой лабиринт, снежные скульптуры и ключевая фигура городка – новогодняя ель. Чтобы подарить бичанам новогоднее настроение, в этот день было задействовано больше ста человек. Это лучшие вокальные и хореографические коллективы, а также участники молодежного парламента. Все фотографируются, всем интересно, все активные, все радостные, улыбаются. Все такие радостные, всех поздравляешь с наступающим Новым годом и прям так легко на душе. Сотни мерцающих шаров и звезд, тысячи огоньков гирлянд украшали центральную елку и снежный городок целую неделю. Особенно постарались у нас специалисты Бисксвета, которые размещали в течение недели данные украшения по елке. Старались ровно все это сделать, хотя и мешала погода. Народные гуляния длились несколько часов. Гости праздника успели за это время и попеть, и потанцевать. Завершилось новогоднее шоу ярким фейерверком. Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, Губин. Праздник на центральной городской елке запланирован и в новогоднюю ночь. Там сразу после боев курантов и звона бокалов будут организованы мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также салют. Кстати, доехать до Петровского бульвара можно будет на трамвае. В новогоднюю ночь 31 декабря с 23 часов и до 1 января 5 часов бейчане смогут добраться до места назначения на трамвае. С интервалом в 17 минут будут колесить вагоны по маршруту трамвайное управление Коммунарский. Кроме того, побывать в новогоднюю ночь на центральной елке смогут жители Заречья. Электротранспорт будет ходить с интервалом 30 минут от льнокомбината до Коммунарского. Но учтите, здесь движение будет организовано до 3 часов 17 минут. А вот собираются ли бейчане в новогоднюю ночь выходить из-за праздничного стола и пойти на снежные городки, выяснила наша съемочная группа. Здравствуйте! Поделитесь со мной своими планами, чем собираетесь заниматься сразу после встречи Нового года? Гулять пойдем? Отдыхать, в лес, на коньки. В 12 часов, сразу после боя курантов? А после боя курантов-то на улицу пойдем, салют смотреть. Я даже не готов ответить. Может быть и пойдем. У нас тут на АБ очень всегда все красиво устроено, от дома недалеко. Скажите, чем вы будете заниматься сразу после боя новогодних курантов? Может быть гулять пойдете? Подляжем, у меня ребенок маленький, спать ляжем. На самом деле на Новый год нас здесь не будет. Мы поедем в другой город. Наверное, гости придут, потому что все по домам Новый год, как с семьей, а потом по гостям, наверное. Или мы в гости, или к нам в гости. Как-то так. Пойдем на елку. На какую? На Барнаульскую. Я из Барнаула, я не бичанка. Пойдем на елку, на сахарном. Поделитесь впечатлениями, уже проехали, наверное, по нашему городу, увидели. Есть ли разница между вашими елками и нашими? Да, есть. У вас, кстати, елочки намного ярче и красивее, чем у нас. Соберем внуков и пойдем к ДК Босс на елку. Там мы уже видели, сделали хорошие горки. Елка очень хорошая, нарядная. Туда будет с внуками кататься. Ну, сперва после боя курантов, естественно, надо отметить. Правильно? А потом уже на улице. Можно прогуляться. Можно прогуляться, пострелять. Хлопушки будут. А теперь о главном культурном телевизионном проекте. Это фестиваль «Поющий город». Проект стал важным событием как для нас, так и для бичан, которые любят петь и любят творчество. В этом году «Поющий город» прошел уже в четвертый раз. С каждым годом он становится все масштабнее и интереснее. «Поющий город». Этот проект за два с половиной года существования стал хорошо известен не только в нашем городе, но и за его пределами. В нем участвуют не только бичане, но и жители сел. В этом году традиционно было два дворочных тура. В них приняли участие 73 человека. И это рекордное количество участников. Все они пришли в городской дворец культуры с одной целью – показать свои таланты, почувствовать себя настоящими звездами и получить ударную дозу адреналина. Алло-алло, мутится разум, какой неслыханный удар. Скажите мне, все правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Что удивило жюри на первом прослушивании, так это большое количество мужчин среди участников. Это и молодые рок-музыканты, и зрелые любители караоке. Некоторые участники хорошо известны поклонникам и организаторам поющего города. В их жизни уже многое изменилось. Новая работа, женитьба, дети. Но поющему городу место осталось. А на второй отборочный тур в городской дворец культуры на прослушивание пришло больше дам. И почти все они пели о любви. Лирические композиции были похожи на откровения. Трогательные, нежные, чувственные и смелые. Действительно сцепляли. На перекатах звонкая речка заливается. В роще соломушка поет. От любви сервичка девичьи сжимается. Когда милый под окошечком пройдет. После прослушиваний сложнейшая задача встала перед жюри. Кстати, в этом году состав был расширенным. В жюри входило 9 человек. И 5 из них – педагоги по вокалу. Жюри нужно было выбрать самых сильных и самых ярких артистов. Тех, кто пройдет финал и выступит на главной городской сцене Бийска. В результате в финал вошли 15 человек. Как признались члены жюри, споров при выборе финалистов не возникло. Для галоконцерта были отобраны те, кто получил наибольшее количество баллов. И по удачному совпадению мужчин и женщин было почти равное количество. Все они – бейчане. Кроме Людмилы Кузнецовой. Она приехала из села Красный Яр Советского района. Дальше у финалистов началось все самое интересное. Пять педагогов, они же и члены жюри взяли себе по три финалиста. И в течение месяца безустанно репетировали. Оттачивали вокальное мастерство и артистизм. Финалистов учили правильно держаться на сцене, вживаться в образ, передавать зрителям эмоции произведения. А еще блистать и восхищать. Для прекрасных дам директор студии красоты Марафета Ульяна Данилова провела мастер-класс по сценическому макияжу. Девушки были в восторге, да и уверенности в себе у них прибавилось. Можем оставить так, можем сделать каял черный, можем сделать каял коричневый в цвет тени. И вот финальная точка – долгожданный галоконцерт на сцене городского дворца культуры. В этом году он проходил по-новому, в режиме нон-стоп. Участники выходили на сцену друг за другом, без перерыва. Одна мелогия плавно перетекала в другую, создавая перед зрителями единый сюжет – историю отношений мужчины и женщины, историю любви. Самым волнительным для финалистов было узнать, кто стал победителем народного голосования. Всего в интернете проголосовал 1566 человек. И первое место с результатом в 25% или 397 голосов у Владимира долгих. Еще минута на прощание и последнего прости. Она как будто обещает наше прошлое спасти. Так завершился четвертый сезон вокального телепроекта «Поющий город». В новогодние праздники мы покажем вам полностью весь галоконцерт. Смотрите эфир бийского телевидения. Ну а те, кто не решился принять участие в проекте в этом году, приходите обязательно на следующий год. Мы рады всем и очень вас ждем. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских, Иван Зяблицкий, Андрей Сегаев. Будни. Здравствуй, Дедушка Мороз. Независимо от возраста, люди в новогоднюю ночь загадывают желания. Письма Деду Морозу пишут, но уже не так часто. В современном мире сейчас множество других способов связи с морозным волшебником. О том, как еще можно пообщаться с Дедом Морозом, знает Евгения Ежутова. Мы с мамой написали письмо Деду Морозу, чтобы он мне подарил жертвы. А вот если бы Ярослав позвонил Дедушке, то волшебник сразу бы узнал о том, что хочет малыш получить на Новый год. Популярный тренд последних нескольких лет – звонки Деду Морозу. Маленькие бичане могут позвонить по номеру 8 38 52 50 32 05. Дед Мороз задает вопросы, может попросить рассказать стишок. И вот еще одна хорошая новость. Резиденция Деда Мороза получила доступ в интернет. Дети могут писать сказочному Дедушке электронные письма и пообщаться с ним по скайпу. Дед Мороз все лето осваивал тонкости общения с ребятами через волшебное окно. И остался доволен результатом. Плюс такого способа Дедушка импровизирует. У малыша остается чувство, что Дедушка знает о нем и его желаниях все. Кстати, новогоднее желание зимнему волшебнику можно и отправить. Предложите ребенку написать электронное письмо. На сайте Деда Мороза есть готовая форма связи. В нее нужно лишь вписать свое имя и желание. 31 новое письмо, и это только за полчаса. Ребятам постарше наверняка станет интересно, как живет современный Мороз. А живет он, не отступая от самых актуальных тенденций. Не так давно стал видеоблогером. Завел официальный канал на Ютубе, где рассказывает о своих путешествиях по России. Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга еще и открыл официальный профиль в Инстаграме несколько лет назад. Сегодня у него больше 50 тысяч подписчиков. Я же вот тоже слежу, что там творится в других-то. О, снова Кузнецк. О, какой смешной. Смешной какой Мороз. И вот таких современных новогодних волшебников можно без проблем найти на просторах интернета. Они освоили Перископ, Ютуб, Миркет. Все трансляции публичны. Единственное, нужно точно знать, когда Дед Мороз онлайн. Наша программа подходит к концу. И здесь мы решили подвести итоги нашей работы. 2016-й стал годом основания нового крупного медиахолдинга в Бийске. Сегодня, ровно 25 лет назад, впервые в прямой эфир вышел один из старейших телеканалов Бийска – ТВ-ком. На протяжении многих лет он освещал жизнь нашего города. И здесь в музее мы видим не только множество наград, но и аппаратуру, на которой тогда работали СМИ. То, с чего все начиналось. А как же работает современное телевидение, мы узнаем прямо сейчас. Виталий, расскажи, пожалуйста. На сегодняшний день мы можем в режиме онлайн оформлять красивый графический эфир. Вот так. Ну, не будем отвлекать ребят и отправимся в Святую Святых. В съемочный павильон Бийского телевидения. Все, мы начинаем, ребят. Все, давайте. Ну, не будем отвлекать. Пойдем пока посмотрим, как работает наша редакция. Здравствуйте, возьмите информационную программу. Именно для нашего зрителя мы не стоим на месте. И теперь мы не просто телевидение. Мы – Бийская медиагруппа. Куда также входит общеполитическая газета «Бийский рабочий» и сайт bivork.ru и бесплатный еженедельник «Я в Бийске» и интернет-портал «Я в Бийске.рф». Сегодня все корреспонденты этих СМИ трудятся ради одного общего дела. Оперативно и достоверно рассказывать о самых значимых мероприятиях и событиях нашего города. Кстати, Александр, скажите, а это правда, что вы самые первые узнаете о всех новостях города? Да. Именно поэтому сайт bivork.ru входит в число лидеров самых цитируемых СМИ Алтайского края. Но есть у нас и бойцы невидимого фронта, как, например, наш линейный продюсер Алена Кисеева. Алена, ну расскажи, как обстоят дела у нас с интернет-пространства. Какой же у нас охват аудитории? Елена, а давай мы с тобой вместе посмотрим. Только в «Одноклассниках» за декабрь охват нашей аудитории составляет более 155 тысяч человек. При том, что численность населения нашего города составляет чуть более 200 тысяч человек. А еще нас смотрят в Германии, Казахстане, Украине, Белоруссии и многих других странах. Что говорит о том, что наши бейчане есть по всему миру. И им всегда хочется знать, что же происходит в родном городе. Но у нас также есть и другие бойцы невидимого фронта. Это, конечно же, операторы, фотографы, водители. Это технические службы, служба доставки, дизайнеры, верстальщики, корректоры и многие-многие другие. Ну и так же, как и любое другое предприятие, мы не можем обойтись без отдела кадров, бухгалтерии и хозяйственного отдела. И это еще не все. Бийская медиагруппа только начинает набирать свои обороты. И в новый 2017 год мы войдем с новейшим современным конференц-залом. Ну, о нем подробнее нам расскажет как раз-таки наш директор Галина Анатольевна Белоусова. Сегодня конференц-зал Бийской медиагруппы гостеприимно раскрыл двери для своих друзей, коллег и партнеров. В 2017 году мы планируем на этой площадке проводить ивент-мероприятия различного уровня, организовывать дискуссионные клубы и проводить круглые столы. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. И, пользуясь случаем, в этой предпраздничной новогодней суете Бийская медиагруппа желает всем горожанам и гостям нашего города мира, здоровья и благополучия. Кстати, здесь же, в конференц-зале и находится наш музей. Ведь, начиная что-то новое, не стоит забывать о своей истории. Елена Колточакова, Сергей Даровских. Будни. Что ж, это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Желаю вам веселого, предпраздничного настроения. От лица всей большой команды Бийской медиагруппы поздравляю с наступающим Новым Годом. Счастливо и до встречи в 2017. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще.